Всех поздравляю с праздником! Всех поздравляю с Днём Ангела, с именами! Сегодня день всех святых! Мы с вами прошли череду праздников Светлого Христового Воскресения, Его Вознесения Сошествия Святаго Духа, Святой Троицы, праздника рождения Церкви. И сегодня, в следующее воскресение, после Днём Пятидесятницы, Церковь вспоминает всех святых! Всех тех! Воскресения, которые благодатью Пресвятаго Духа ее обильно в себе впитали, в себе не только явили всесовершенный образ Божий, но и уподобились Богу. Ведь Господь нас создал по образу и подобию, по образу Божьего в каждой из нас. А вот подобие мы сами должны достичь. Господь явил нам множество, бесчисленное множество святых. Никто не может в них ищить. Даже никто не может сам не сказать, сам не сколько святых канонизировано Святой Церкви. мы можем открыть календарь, посмотреть, сколько святых в месяц условия нашей русской православной Церкви. Но ведь множество святых, которые прославились в других церквах, множество святых, которые прославились на Западе до разделения церквей. И поэтому это все они достояние вселенской православной Церкви. Хотя многих мы из них и не знаем, не слышали, скажут нам имя, а мы скажем, это не православный святой. Мы такого не знать не хотим. Дорогие, Господь нам явил множество святых. И тех, которые были явлены миру, прославлены, и много святых, которые скромно несли свой подвиг, которых, может быть, порой люди и окружающие не замечали, но у Господа они и самым не прославлены. Господь явил нам множество святых. Множество различных ликов святых. И древние патриархи, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, святители, юродивые, праведные, сколько их. И ведь у каждого, каждый шел своим путем. Каждый совершал свой отыск. И хотя мы порой в жития святых читаем, что там вот преподобные, возлюбил Господа, ушел в пустыню, там подвязался, стал известен, к нему стали из СМГ притекать люди, но и тем не менее, если мы внимательно будем вглядываться в жизнь каждого такого преподобного, то ведь их подвиг у каждого из них свой. И невозможно повторить подвиг какому-то сего. Да, кто-то может быть внешне и попытается это сделать. Но это будет только внешне, это будет только породия, а самое главное вот внутреннего того подвига, того предстояния перед Богом, которое было у этого святого. Никто другой повторить не может. И для нас, дорогие братья и сестры, среди СМГ святых мы можем и брать для себя множество примеров. можем брать пример с СМГ из которого нам стараться строить свою жизнь. Так что жизнь свою строить вместе с Богом. Мы помним, что среди святых были и такие, которые еще от чрева матери были избраны Богом. И Иоанн Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и святитель Николай. Ряд можно продолжать. Но были и те, и те, которые изначально вели жизни отнюдь не ту, которая ведет в Царствие Небесное. Начнем с благоразумного разбойника, который будучи распят на Христе, унимая самоги другого, такого же распятого. Он говорил, что мы приняли достойное по своей жизни. нам трудно сейчас говорить о том, что конкретно он в жизни соделал, за что был осужден на это страшное, страшное позорное праздник. Но вот именно на кресте его жизнь полностью переменилась, изменилась, когда он прежде всего исповедовал свою греховность, мы заслуженно несем эту казнь. Он без ропота всем не принял эту свою тяжелую жизнь. А потом, исповедовав Господа к нему обратился, помяни имя Господи, когда приедешь в Отцарство Твое. Или взять преподобную Марию Магдалину, или взять преподобную Марию Египетскую, которые после такой жизни что казалось бы в пропасть летит, в адскую пропасть. Так нет. Она смогла остановиться. Она смогла измениться. Конечно, множество примеров. и варвар, бывший разбойник, и многие другие, которые в какой-то момент остановились на своем пути, остановились вот на этом страшном пути впадения. Образумились и повернулись в Для нас еще должен быть прежде всего примером те тот лик седых, которые называются правильными. прежде всего и святую праведную Иолианию Лазаревскую Мурманскую многодетную мать, которая жила в по-моему во временах Ростова, если мы в эти времена муж, дети были на государевой службе. И вот казалось бы, вот какой здесь может быть подвиг среди кастрюль, простите, горшков и прочей домашней сны. Но вот она могла, она находила время и для нас. А самое главное это делает добро. Мы вспомним, когда наступил самый страшный голод, когда помещики отпускали своих холопов на все четыре стороны. Мол, я вас отпускаю, за вас никакой ответственности не несу, сами так выживите. Да, а когда минастии-то прошло, они стали собирать тех, кого отпустили, ты мой холоп, ты должен мне служить. а святая праведная Евгения, она всем своим холопом написала бумагу отпускную, но никто ее не покинул. Питаться было нечем, она сама собирала смыть, варила поклевку, и всех, кто к ней приходил, она кормила. Не было соли, она с молитвой посыпала пищу залой, и эта еда была настолько вкусная, настолько был вкусен хлеб из лебеды, что все удивлялись, кто-то у нее пытался ее залу красть, но почему-то все у нее в других руках. Вот эта самая зола, она почему-то и семьи пищу не солила. И вот, дорогие, мы сегодня с вами перед литургией во время молебна освящали икону, которую нам передали в дар нашему храму в праздник Троицы. икона праведного Иоанна Кармянского, белорусского священника, многодетного священника, который самый скончался в 1917 году. Отнюдь не от рог большевиков, а своей естественной кончины. И вот таких очень мало. Мы знаем множество священников, которые прославлены как мученики, как исповедники, как воины Христова именно за исповедование своей веры. А вот святой праведный Иоанн, он был прославлен именно за свою богоугодную жизнь. Среди прославленных таких конечно очень очень мало. Но конечно у Господа я думаю в самом деле что их значительно больше, чем имеется в наших предпословиях. Третьи. когда каждый из нас крестится, то он принимает имя того или иного святого, который сам становится небесным покровителем человека. мы говорим, что тело это храм души. Ведь как храм освящается тоже в честь праздника господского, в честь Пресвятой Богородицы или же в честь святого. Так и мы в святом крещении точно так же освящаемся в честь святого. И мы знаем, что один из величайших грехов это осквернение храма Божьего. но мы сами не задумываемся, что мы же тоже являемся живым храмом. И вот как часто мы не задумываемся, этот свой храм оскверняем. Дорогие, вот будем об этом помнить, будем почитать, конечно, нужно знать житель, СМГ житель, жития того святого, имя, которого мы с вами носим и СМГ просить его помощи, так что вот нам храм своей души сохранять в чистоте и непорочности. Храни вас сердце, Господь.